А теперь об этих и других событиях подробнее. 14 октября день защитника Украины. Учрежденный в 2014 году государственный праздник третий раз отмечается в условиях войны. Страну защищают армия, национальная гвардия, добровольческие батальоны. Неоценимую помощь фронту оказали волонтеры. Их общими усилиями на передовой и в тылу удалось отстоять украинскую независимость. Празднование дня защитника Украины у памятнику Тараса Жевченко прошло по-военному строго и четко. Торжественная церемония возложения цветов – дань памяти всем погибшим за два с половиной года войны в Донбассе. Людям с погонами и гражданским. Представители христианских церквей разных конфессий собрались на общую молитву. Молимся за всех тех, кто от нашего имени защищает и утверждает нашу батьковщину. Нехай Дух Святый поддержит их. Нехай Матерь Божия, которая покрывает всех нас, покрие их. У всех небезопасных, телесных и духовных. Указом президента участники боевых действий награждены памятными медалями 25 лет независимости Украины. Одесская областная государственная администрация отметила фронтовиков почетными грамотами. Вместе с ветеранами День защитника Украины отметили будущие офицеры флота, учащиеся военно-морского лицея. Два года назад, после потери Крыма, его перевели из Севастополя в Одессу. На измену попередним поколениям заступают на ЛЕ молодые люди, которые, уверенно, сделают то, что не выполнили мы и будут укрепляться нашу обороноздательность, обороноздательность нашей страны. В день государственного праздника учащиеся военно-морского лицея принесли присягу на верность народу Украины. Мы клянемся, что будем гидны и рады славы наших праздничных, воинов Киевской Росии, запорозьких козаков, воинов Другое святое войны, всем тем, кто боролся и до вас свое чувство за независимость Украины, всегда высоко нанести подшественное звание военно-морского лица. Севастополя! 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 Для Украины сегодня укрепление обороны – вопрос сохранения государственной независимости. Главным условием успеха была и остается готовность каждого защищать свою страну. Александр Рябиноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУ.